Многие из нас однажды приходят к мысли, что неплохо бы начать вести здоровый образ жизни, сбросить лишний вес, стать красивее, сильнее и даже успешнее. Что мешает нам это сделать? Что такое здоровый образ жизни и из чего он складывается? Об этом поговорим с гостями нашей программы. Сегодня мы начинаем новый проект «Уроки здоровья», в котором примет участие врач-терапевт областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнёва. А ученица, и надеемся, что прилежной ученицей на этих уроках будет наша героиня Яна Никитина. Доброе утро. Татьяна Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, что такое здоровый образ жизни, из чего он складывается? Давайте начнем с того, что эксперты ВОЗ давно доказали, что наше с вами здоровье, здоровье любого человека, где бы он ни проживал, зависит всего лишь навсего от четырех факторов. Это наследственность, уровень развития здравоохранения, это, конечно, экология и так называемый человеческий фактор. То есть это как раз тот образ жизни, который ведет человек. Фактически образ жизни подразумевает поступки, ежедневные какие-то действия человека в отношении своего здоровья, своего тела. И, естественно, здоровый образ жизни – это такие поступки человека, которые служат сохранению его здоровья, укреплению его и физического состояния, и психоэмоционального состояния, а значит, и социального благополучия. И, значит, получается в результате удовлетворенность к качествам жизни. И если говорить о составляющих здорового образа жизни, то здесь как раз на первый план выходит пищевое поведение, даже не питание, потому что питаемся мы все, но просто по-разному. Поэтому пищевое поведение на первом месте. Далее, конечно, это достаточный уровень физической активности, наличие вредных привычек, естественно, сказывается на нашем здоровье, уровень стресса, например, банальное соблюдение режима труда и отдыха и достаточный сон. Например, закаливающие процедуры, соблюдение техники безопасности, соблюдение правил личной гигиены – это всё образ жизни. Поэтому важны все составляющие, но, безусловно, на первом месте питание, потому что 50% физического здоровья зависит от питания. Татьяна Аркадьевна, вот, к счастью, сейчас многие люди всё-таки стараются вести здоровый образ жизни, но зачастую это похудение, мотивация. Скажите, как происходит процесс похудения? Ну, для того, чтобы вообще начать этот процесс, нужно проанализировать пищевое поведение и недостатки этого пищевого поведения. Специалисты Института питания РАМ, есть у нас такое головное учреждение, в Москве находится этот институт, занимается вопросами питания населения. Вот эти специалисты выявили основные недостатки питания. Мы слишком много потребляем жирного, слишком много сладкого, слишком много мучного, солёного, балуемся фастфудом, мало потребляем полноценного белка, у нас дефицит витаминов и минералов, мы, к сожалению, не умеем пить воду, чистую обычную воду, и редко кто соблюдает правильный режим питания. То есть вот эти недостатки питания, они, собственно говоря, и приводят человека к алиментарному ожирению, то есть ожирению и к накоплению избыточной жировой массы из-за вот этих, собственно говоря, нарушений. И с накопления избытка жира начинаются все метаболические нарушения, то есть меняется обмен веществ, и это угрожает человеку в плане развития, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. Татьяна Аркадьевна, и вот, ну, собственно, мы подходим к той самой ситуации, в которой, наверное, каждый оказывался, да, когда, ну, всё-таки хочется сбросить несколько килограммов, да, у вас, мы знаем, да, что состоялась сегодня первая встреча с Яной. Расскажите, пожалуйста, с чего начинается диалог, с чего нужно начинать, собственно, свой путь к тому самому здоровому образу жизни? Вот как раз мы с Яной беседовали до начала программы, и я постаралась выявить как раз вот эти недостатки питания. То есть для начала? Да. И оказалось, вот, ну, я сейчас просто предложу Яне ответить на несколько вопросов, на которые, в общем-то, она мне уже отвечала. Яна, скажите, пожалуйста, режим питания у вас регулярный? У вас есть хотя бы вот завтрак, обед и ужин, свято, несмотря ни на что, вы три раза в день питаетесь? Когда как? Ну, не завтраку, потому что с утра просыпаюсь, бегом на работу, и есть. Вот, пожалуйста, нерегулярный режим питания. Итак, Татьяна Аркадьевна, первую проблему выявили, правильный ответ, какой должен был бы быть? Питание должно быть регулярное, хотя бы трёх-четырёхразовое. Мы будем менять эту ситуацию. Следующий вопрос. Всё-таки трёх-четырёхразовое, или, может быть, чаще нужно это делать? Для Яны я вообще рекомендую пять раз. Пять раз. Но я думаю, что вот конкретные рекомендации мы в следующий раз обсудим, когда уже Яна выполнит домашнее задание. А сейчас я хочу задать ещё один вопрос, Яне. Обращаете ли вы внимание на жирность продуктов, когда вы их покупаете в магазине? К сожалению, нет. Татьяна, Катя, правильный ответ. Правильный ответ – нужно выбирать низкожирные продукты. Следующий вопрос. Сколько вы выпиваете в день чистой воды? Мы не говорим о напитках. Чай, кофе, компот, кисель и так далее, и так далее. Ну, примерно пол-литра-литр. Опять же, полтора-два литра чистой воды в сутки необходимы для обеспечения нормального метаболизма. Ну, вы знаете, вот сейчас те ответы, которые давала Яна, они на самом деле типичны, я думаю, для большинства. Я сейчас сравниваю с собой, у меня та же проблема, воды мало пьют, да? То же самое по всей стране, то же самое показывает анкетирование и у нас в Ярославской области, потому что мы занимаемся анкетированием вот очень активно по вопросам питания. Если позволите, я воду начну прямо сейчас пить. Обязательно. Еще один вопрос. Досаливаете ли вы пищу? Есть ли вот тяга к соленому? Сколько вы употребляете вообще соленых продуктов? Ну, как таковую еду, когда я сама готовлю, я ее не досаливаю. Я не люблю пересоленую пищу. Но, опять же, у меня есть тяга к соленому в каком плане? Я очень сильно люблю всякие маринованные огурцы, помидоры, копченую рыбу. Пожалуйста, избыточное потребление соли. Да, избыточное потребление соли. Теперь еще такой вопрос. Сколько вы в день потребляете овощей и фруктов? Здесь нужно все посчитать. И, может быть, какие-то овощные салаты, фрукты, может быть, какие-то тушеные овощи. Больше 500 грамм или меньше 500 грамм? Маринованные огурчики считаются? Так, ну, вообще, зимой я потреблял овощи достаточно редко. И зачастую это бывает раз в неделю небольшая порция салата из капусты. Пожалуйста. Еще один, да, недостаток пищевых волокон, недостаток клетчатки, недостаток витаминов и минералов из-за малого потребления овощей, фруктов и зелени. Ну, наверное, достаточно. Можно этот опросник было бы продолжать, но на самом деле вот явные такие вот нарушения в питании мы выявили. И, конечно, эту ситуацию нужно менять однозначно, потому что есть уже проблема. И для того, чтобы мы эффективно эту проблему решили у Яны, я предлагаю Яне пройти комплексное обследование в Центре здоровья. В 2010 году стартовал национальный проект здоровья по всей России. Была открыта целая сеть центров здоровья, где каждый человек раз в год может пройти совершенно бесплатно комплексное обследование на выявление факторов риска, которые угрожают его здоровью. И в первую очередь это будет проверка на анализаторе состава тела, то есть действительно озвучат проблему, сколько у нас лишнего жира, сколько в балансе ли водная среда, сколько скелетно-мышечной массы. Дальше определят уровень холестерина и глюкозы. У меня есть такие подозрения, что здесь тоже могут быть проблемы. Измерят артериальное давление, проверят состояние функциональной сердца, лёгких, проверят зрение, сделают исследование сосудов на предмет поражения их атеросклерозом. И вот такое комплексное обследование позволит нам, ну, как я говорю, разложить пассианс. То есть исходные данные мы будем знать и будем ставить цели. Если факторы риска есть, мы их будем убирать. Каким образом? Тем самым здоровым образом жизни. И в первую очередь формировать новое пищевое поведение. Плюс, конечно, сразу забегая вперёд, второй момент, сразу будем повышать физическую активность. Но, насколько я знаю, мы поговорили в кулуарах. Яна молодец, она уже начала заниматься. Ходить в тренажёрный зал три раза в неделю. Молодец. Супер, так и продолжать. То есть мотивации недостаточно, да? Да, и вот если мы говорим о домашнем задании к следующей программе, то кроме похода в Центр здоровья, я не предлагаю вести дневник питания. Пока стихийно. Вот как она питается. То есть что по кошелке написала? Честно, честно, да. Вот как она питается, что ты съела, в каком примерно количестве, во сколько, какой напиток выпила, в том числе воду записывая, да? И на следующее занятие, на следующую встречу принесёте, да, мы будем его анализировать. И, конечно, ещё одно домашнее задание, третье, определиться с мотивацией. То есть на самом деле Яна будет делать всё хорошо только когда она будет чётко осознавать, зачем мне это надо. То есть Яна ответит себе на вопрос, а зачем мне учиться правильному питанию, зачем мне вести здоровый образ жизни, зачем мне сбрасывать лишний вес, зачем? А давайте прямо сейчас у Яны спросим. Да, давайте начнём сразу выполнение задания. Давайте попробуем, если... Как-то на вскидку, да? Давайте экскрунтом, давайте, это очень интересно. Ну, во-первых, как любой девушке хочется быть красивой, стройной, привлекательной для повышения самооценки, потому что когда девушка себя чувствует красивой, привлекательной, стройной, естественно, самооценка улучшается, и действительно человек начинает ещё дальше расти как личность и в социальном аспекте тоже. Согласна. Ну и плюс, чтобы организм был здоровым. Вот молодец. На самом деле Яна молодец. Единственное, что... Какой комментарий я хочу сказать? Мотивации вот эти две самые сильные. То есть внешний вид и нравится себе, если говорить коротко, а если я нравлюсь тебе, я нравлюсь окружающим, с этим никто не поспорит. Ну, ещё здоровье, наверное, да? И второй момент – это здоровье. Почему Яна вот сейчас сказала именно в таком порядке? Потому что у Яны есть большой бонус – её молодость. То есть несмотря на избыток веса, который мы видим, организм молодой, здоровый, он ещё не чувствует последствий от этого избыточного веса. Поэтому на первом месте мотивация какая? Внешний вид, чтобы нравиться себе, окружающим. Вот это, да? И только на втором месте – здоровье. Почему? Опять же, ещё не ощутила потерь по здоровью. Они начнутся, если Яна не будет сейчас менять образ жизни, где-то лет через 10-15. В зависимости ещё от других факторов риска, которые выявят в центре здоровья. Понимаете? То есть не бывает так, что человек сегодня абсолютно здоров, вот он полненький такой, весь весёлый, замечательный. А завтра он, ну вот, совсем больной. Не бывает. То есть наше тело какое-то время терпит. Вот эти факторы риска копятся, да? Суммируются. Тело, к сожалению, как любой даже совершенный механизм с возрастом, потому что, естественно, износ происходит, стареем, да? Резервы адаптации снижаются, да? Накапливаются вот эти метаболические нарушения, нарушения обмена веществ. И бывает так, что вот от момента накопления избыточного жира до старта какого-то заболевания проходит иногда 10-15 лет. Но это обязательно будет. У нас, к сожалению, ограничено эфирное время. Спасибо вам большое. Я напомню всем нашим телезрителям, что мы встретимся во вторник в этой студии ровно через неделю с дневником нашей Яны и посмотрим, как же она себя вела. И на следующем занятии вы уже дадите конкретные советы по здоровому питанию, здоровому образу жизни. У нас сегодня в гостях был врач-терапевт областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнёва и ученица Яна Никитина. Продолжение следует...